Пу-пу-пу-пу, не хочу на камеру. Я на даче, я салапусь, на даче. Садись, папа, читай сейчас будет. Я на даче, я салапусь. Да, ладно, аккуратно. В одном лесу жил да был маленький бельчонок. Сначала он был совсем крошечный, чуть больше напёрст. И сидел в уютном дупле вместе со своими братьями и сёстрами. Потом малыш окреп, подрос и решил выбраться наружу. Ведь там было так много интересного. Бельчонок неуклюже вылез на ветку и с любопытством стоялся на страшное крылатое существо. Я бельчонок вежливо представился малыш. Очень приятно. Старикоза прострекатала существо и улетела позже. А я не умею летать, вздохнул бельчонок и улетелся. Его братишки и сестрёнки тоже выбрали следа. Некоторые робко жались к родному дуплу, а те, кто посмелее, отважно прыгали по веткам. На вершине дерева было безопасно, но пришло время спуститься на землю и узнать, что же в мире есть ещё, кроме уютного дупла. Бельчонок отправился навстречу новому и неизведанному, осторожно перебирая крохотными лапками и цепками когатками. «Ой, смотрите, бельчонок!» раздался откуда радостный писк. Это семейство древесных мышей выползло на поиски желудей. Они дружно сидели на ветке и весело смотрели на бельчонка. «Я собираюсь в далёкое путешествие!» важно сообщил им бельчонок и двинулся дальше, помахивая пушистым хвостиком. Чуть ниже он заметил птичье гнездо и решил полакомиться яйцами. «Да не тут-то было!» Сорока налетела на него и начала клевать. Сороку толкнулась. «Прочь отсюда, рыжий барышка!» ругалась она, размахивая крыльями. Бедный бельчонок с своим глаз ринулся вниз, перелетая с ветки на ветку и руля хвостом, чтобы не упасть. «Ешь ты, хотел я из него полакомиться, ешь!» «Не получилось!» Спрыгнув в мягкую траву, бельчонок отдышался и тут же увидел аппетитную шишку. Он знал, что в ней должны быть вкусные семена. Он забрался на шишку верхом и принялся выковыривать зёрнышки, густя и причмокивая. «Что ты ешь шишки?» удивился зайчонок. «Он ест зёрнышки!» ответила птичка, которая неподалёку тоже выклёвывалась в шишки семена. Бельчонок улыбнулся и хотел было угостить зайчонка, но не успел. Откуда ни возьмись, на него бросилась хищная куница. Про куницу и ласку и бельчонку рассказывали родители. Он знал, что этих зверей надо бояться. «Караул, спасайся!» — крикнул зайчонок. И одним прыжком взлетел на ближайшее дерево, а куница промахнулась и плюхнулась на траву. «Уф!» — выдохнул бельчонок. «Как в лесу опасно! Нужно быть всё время на чеку!» Осторожно обладевшись, малыш поскакал по веткам, ловко перепрыгивая с дерева на дерево. Так он добрался до деревни. С большого раскидистого клёна деревенский двор был виден как на ладони. Бельчонок смотрел и кур, и гусей, и даже лошадь. А ещё он заметил детей, которые прыгали и смеялись. «Ха! Разве ж это прыжки!» — кихилл бельчонок. «Лучше я прыгну, так прыгну!» «А как он топался?» И рыжий путешественник поскакал дальше. Ему хотелось есть. Раньше ему приносила еду мама, а теперь нужно было искать пропитание самому. Наконец у реки он заметил ярко-красные ягоды калины. «Это столь спины, надеюсь, спины!» «Ах, какая вкусняется!» — набрадовался бельчонок, подбираясь к лакомству. Так он увлёкся, что не заметил хитрую лису, открашивавшуюся совсем близко. Ещё мгновение хищница стапала, позавивавшуюся малыша. На бельчонок повезло. Сухая ветка под ним хрустнула и подломилась. Плюх! Бельчонок оказался в воде, а лисица осталась с носом. И что там лисица? Ешь, как я. Всё лето бельчонок скакал по лесу. К осени он вырос и повзрослел, стал опытным лесным жителем. По тайных местам бельчонок прятал припасы на зиму. От старших он узнал, что у каждой белки должно быть одно дупло, чтобы в нём жить. Ещё несколько, чтобы хранить там грибы, ягоды, орешки и прочие вкусные вещи, которые можно будет есть в голодное зимнее время. А это чё? Это солнечные лучи. Когда зима ушла, оставив лишь подтаявший сугроб, лес ожил. Сначала пробива. Начала пробиваться первая травка. Вылезли отовсюду обрадовавшиеся теплу звери. Вернулись юга птицы. Бельчонок тоже выбрал из своего дупла и тут же увидел хорошенькую белочку. Какая красивая, подумал бельчонок. И решил подарить белочке ягоды из своих припасов. У него осталось совсем малый иды, но для новой знакомой ему было ничего не жалко. Они подружились и начали прыгать по деревьям вместе. Вдвоем путешествовать по лесу оказалось гораздо интереснее и веселее. И вскоре они нашли чудесное дупло и у белочки родились рожечные дичины. Это птичка, как я сейчас почитаю. Они были такими же маленькими, как когда-то сам бельчонок. Теперь он уже рассказывал малышам про хищных куниз, хитрых кисиц, вкусные ягоды и зимы. Ведь однажды его малыши тоже вырастут и отправятся в лес, чтобы там стать взрослыми. Отправятся в лес, чтобы там стать взрослыми. Там есть еще. Третью книжку будем читать? Да. Познавательное чтение. Нет, там еще есть. Все, три книжки. Пойдем третью прочту. Отдохни, папа, чуть-чуть. Пускай он картинки посмотрит. А то ты прям запыхался. Главой не прижимайся к стене. А мне интересно читать. К стене не прижимайся. Читальщикам устроиться, работать. На радио детям сказки читать. Да, да, да. На радио? Да. А у нас выражение. А я еще и. А ты прям вторую книжку запыхиваешься. Первую прям классно читал. Давай отдохнем. Отдохни чуть-чуть. Там вон, это их много интересных. Третью. Третью будет читать. Третью, давай. Фу. Над просыпающимся лесом встает солнце. Ух-ух, крутит головой фильм. Светает. Мне пора спать. А всем жителям леса доброго утра. На лесную поляну выбежат только что проснувшиеся лисята. Они шумят, кувыркаются, тявкают. Вот они, видишь. Опять не дали поспать. Фухстит недовольный борцу. Выглядываясь на рыб. Мама лиса и папа лис учат малышей при мудрости мохот. Но рыжим шумам хочется поиграть. Они еще успеют всему научиться. А потом лисята вырастут, станут самостоятельными и уйдут от родителей. Неподалеку клыкастый кабан показывает своим малышам, как искать желудки и корешки. Ведь это любимая пища кабанов. А это? Что это такое? Сейчас узнаем. Кабанята еще совсем маленькие. Ничего толком не умеют. Это какая-то вышка. Что там? Вышка с лестницей. А, ну это вышка, да. Удивительно, но они не похожи на родителей. Ничего, пройдет время. Их нежный рыжий мех с трогательными белыми полосками на спинках. Сменит жесткая щетина. Вон, Дим, Дим, смотри. Вон, видишь, кабаны взрослые. Вон, как вылезут. А кабанят-то, смотри, какие. Видишь, какие кабанят. Нет, это просто от повода. Просто риск. У кромки леса на пушке отдыхает стадо оленей. Белые пятнышки на их спинах словно солнечные блики. Они помогают маскировке этих грациозных животных. Вот они, оленя, смотри. Рогатые самцы бдительно охраняют покой самок, которые ждут рождения оленя. Олени неторопливо жуют сочную траву и наслаждаются тишиной и покоем. В заячьем семействе радость. Родились крохотные зайчат. У зайцев нет ног. Поэтому малыши появляются на свет прямо под открытым небом. Смотрите, какие очаровательные зайчат. Восхищаются зябрик. Действительно соглашаются пёстрый фазан. Скоро они вырастут и будут такими же быстрыми и ловкими, как их родители. А вот лесная река. Она несёт свои воды мимо сосен и елей, мимо рощ, петляя по полям и лугам. В ней так много рыбы, что хватит всем. И весёлому семейству выдр, и длинноногой цапли, и маленькому пёстрому зиморотку. На берегу реки можно встретить хозяев леса, медведей. Всю зиму они спали, а с первыми лучами весеннего солнца выбрались из берлоги. Медвежат уже подросли и окрепли. Им пора учиться добывать себе пропитание. Сначала мама научится их ловить рыбу, а потом они отправятся искать мёд. Ведь забрать мёд у пчёлок – это целая наука. Это да. Чаще леса укрыто от посторонних глаз волчьей логовы. Вожак стаи следит за порядком, малыши играют и учатся охотиться. Волчья стая очень дружная. Если волки воют, это значит, что они зовут кого-то из своих. Волк – самое верное животное, а волчьи семьи – самые крепкие. У подножия деревьев бегают юрки и хорьки. Они вылезли из уютной норки, чтобы найти что-нибудь вкусное на ужин. В лесу есть и другие интересные животные. Приходите в лес, в гости и узнаете много нового. Вот так вот. Вот так вот.